Герцогиня Сасекская и принц Гарри получили награду за официальное ограничение семьи двумя детьми. Принц Гарри и его жена Меган Маркл получили награду за то, что ограничили свою семью двумя детьми. Тема перенаселения планеты и повышенного использования природных ресурсов для королевской пары не пустой звук, а решение ограничиться сыном и дочерью, просвещенное решение. Премию дальновидным супругам присудила благотворительная организация, которая проводит компании по достижению устойчивого роста населения. В официальном заявлении говорится, публично заявляя о своем намерении ограничить свою семью двумя детьми, герцог и герцогиня Сасекские помогают обеспечить лучшее будущее для своего потомства. Они служат примером для подражания для других семей. Наличие небольшой семьи уменьшает наше влияние на Землю и дает больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете. Мы благодарим герцога и герцогиню за принятие этого взвешенного решения и за подтверждение того, что меньшая семья также является счастливой. В 2019 году Сасексы сообщили, что в их планах ограничиться только двумя детьми. Таким образом, они надеются уменьшить свое воздействие на окружающую среду. Гарри и Меган были награждены премией вместе с девятью другими лауреатами во Всемирный день народонаселения. Похоже, торжественная церемония открытия памятника принцессе Диане, ради которой принц Гарри прилетал на родину из США, где он теперь живет вместе с женой Меган Маркл и двумя детьми, положительно сказалась на его отношениях со старшим братом принцем Уильямом. Инсайдер рассказал, что после того, как 36-летний Гарри и 39-летний Уильям воссоединились на церемонии, в их отношениях наметился сдвиг. Уильям и Гарри провели утро перед открытием памятника за просмотром памятных подарков, сувениров и записок от матери. Они абсолютно точно перевернули страницу и начали путь к примирению. «Все были рады, увидев, как близки они были в этот день», сказал источник, что Гарри и Уильям на самом деле готовы забыть о прошлых обидах, рассказывал и друг их покойной матери Стюарт Пирс. Он проанализировал поведение герцогов на торжественной церемонии и сделал вывод, что они очень близки и дружны, а слухи об их вражде сильно преувеличены. Слухи об их разладе основывались лишь на страхах и идеях людей, которые думали, что общались с кем-то приближенным к королевскому двору. В то время как на самом деле те люди все это просто выдумали. Отмечал он, инсайдеры также отмечают, что заметная оттепель в отношении двух семей наступила после рождения у принца Гарри и его жены Меган Маркл, дочери Лилибет Дианы. Принц Уильям и его жена Кейт Мидлтон поздравили пару публично, а герцогиня Кембриджская еще и выразила желание как можно скорее увидеть малышку. По слухам, они с Меган теперь стали общаться чаще, чтобы наладить отношения и помирить своих мужей. Напомним, что слухи о разладе между двумя братьями появились после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Уильям, который с подозрением относился к избраннице брата, советовал ему повременить и не торопить события, но тот его не послушал. После Мэгзита и переезда герцогов Сасекских в Канаду, а затем и в США, братья еще больше отдалились друг от друга. А когда Меган и Гарри дали публичное интервью Опри Уинфри в марте этого года, в котором бросили тень на королевскую семью, Уильям и вовсе пришел в ярость. Но теперь он, кажется, готов забыть даже это. Негативными подробностями поделился королевский биограф. Оскандалившаяся Меган Маркл оставила плохое впечатление о себе у королевской семьи практически с первых минут знакомства. Об этом журналистам рассказал королевский биограф Пенни Джунор. После того, как Гарри и Меган сбежали из Англии в Америку, их неоднократно травили и критиковали. Многие вменяли Гарри пренебрежение к бабушке. Кто-то уверял, что в произошедшем виновата именно Меган, которая настроила Гарри против всех. Как оказалось, сомнения в кандидатуре Меган появились у родственников Гарри еще в самом начале. Они мне уже тогда сказали, что Меган не такая милая, как казалось. С самого начала я слышала плохие истории о том, что Меган умеет расстраивать людей, приводят слова источника The Sun. Позже подтвердил факт, озвученный Джунор и автор книги «Битва братьев Роберт Лейсли». Я слышал нечто подобное от родственников Уильяма. Принц с самого начала чувствовал, что есть какие-то проблемы, отметил он. Как отмечают в общине соседи Майка Маркл, 82-летний родственник гордился племянницей. Жизнь супруги принца Гарри в последнее время полна событий. И, увы, не все они приятные. Конечно, бывшая актриса ситкомов недавно стала мамой второй раз, что очень обрадовало родных звезды. Но накануне в семье Меган Маркл случилось горе. У жены принца Гарри умер дядя. Причиной смерти 82-летнего Майка Маркл стала болезнь Паркинсона, от которой он страдал последние несколько лет. На момент кончины старичок был одинок. Его жена умерла раньше, и после ее ухода Майк обосновался в общине в трейлере, где все вокруг знали о престижном замужестве его племянницы. Соседи называли 82-летнего Маркл заботливым и добрым человеком. Он был довольно хорошо известен в своей общине из-за того, что был дядей Меган. Он всегда останавливался на беседу, чтобы рассказать, как он гордится ею, несмотря на то, что ее некоторые взгляды на жизнь он не разделял, приводит Зе Сан слова источника, который был знаком с Майком. Кстати, принцу Гарри больного Майка Маркл никто, конечно, не представлял. И на свадьбу племянницы его не приглашали. Но это не обижало родственника. На вопросы о титулованной родне он всегда отвечал с улыбкой, мол, не у всех есть принц в семье. Ранее, напомним, стало известно, что бывшая актриса севкомов, вошедшая в британскую королевскую семью, отказалась от титула в свидетельстве о рождении дочери. А вот когда появился на свет первенец принца Гарри и Маркл, титул свой актриса оставила. Если бы не трагическая авария в Париже в 1997 году, унесшая жизнь принцессы Дианы, сегодня ей могло бы исполниться 60 лет. В день ее рождения ее сыновья, 39-летний принц Уильям и 36-летний принц Гарри открыли памятник принцессе Уэльской в саду Кенсингтонского дворца. Скульптура представляет собой Диану в сопровождении мальчика и девочки, сама принцесса увековечена в наряде из блузки и юбки. Это реальный образ принцессы Дианы, в этой одежде она позировала для рождественской открытки в 1993 году. Стоит отметить, что к детям Диана всегда относилась с особой теплотой и всегда искренне обнимала и приветствовала самых маленьких зрителей во время официальных поездок или мероприятий. Автором монумента стал Ян Рэнк Бродли. В церемонии не участвовал бывший муж принцессы Дианы и отец Гарри и Уильяма, 72-летний принц Чарльз. Что его не будет, стало известно еще несколько дней назад. Согласно источникам The Times, принц Уэльский не хочет бередить старые раны и находит это мероприятие слишком тяжелым. Зато на церемонии присутствовали брат и сестры Дианы. Впрочем, с большим любопытством все ожидали воссоединения принцев Уильяма и Гарри, которые, по слухам, не очень ладят после отъезда Гарри в США, и скандального интервью его супруги Меган Маркл, в котором прозвучали обвинения в расизме в адрес королевской семьи и нападки в адрес Кейт Миддлтон. Однако, даже если разногласия есть, на публике братья держались весьма достойно. Вместе прошли к памятнику и стянули закрывавший его чехол, а также вполне дружески переговаривались. В официальном инстаграме принца Уильяма и Кейт Миддлтон также появилось общее заявление братьев. Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер. Качество, которое сделали ее символом добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней. Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия. Спасибо Яну Рэнк Бродли, Пипу Моррисону и их командам за их выдающуюся работу, друзьям и спонсорам, которые помогли в этом, и всем тем во всем мире, кто хранит память о нашей матери. Говорится в нем. На прошлой неделе принц Гарри вернулся в Великобританию. Он примет участие в открытии памятника принцессе Диане. Мероприятие пройдет в Кенсингтонском дворце 1 июля, в день ее рождения. По прибытии герцог Сасекский самоизолировался во Фрогмар-коттедже, где сейчас проживает его двоюродная сестра, принцесса Евгения с мужем и сыном. Как отметил королевский эксперт Роя Никх, ни Гарри, ни Уильям не настроены на примирение. Боюсь, это будет то же самое, что и на похоронах принца Филиппа. Признательный кивок, вот и все, сказал эксперт. Другой специалист Роберт Лейси добавил, что появление Гарри в Лондоне создало чрезвычайную ситуацию во дворце. В Букингемском дворце активно работают над тем, чтобы положить конец этой чрезвычайной ситуации, цитирует эксперт Экспресс. Напомним, что принц Уильям все еще злится на младшего брата из-за его скандального интервью о Преуинфри.